Я тебе уже говорил, что такое безумие. Эта знаменитая фраза Владимира Ильича Ленина произвела фурор в интернете. К чему это я? Да так просто. Очень трудно, знаете ли, делать обзор на эту игру. Обычно рассказываешь, что можно тут, что нельзя, какие есть механики. Дело в том, что в Римворд их столько, что перечислять устанешь. Впрочем, попробовать все равно можно. Но начать, наверное, стоить с того, что и себе в принципе представляет игра. По жанру это симулятор выживания, однако по сути Римворд это генератор различных историй. Притом одна может быть интереснее другой. Суть такая. Вас, в количестве зависящем от режима игры, человек выбрасывают на непонятную планету, на которой вы теперь вынуждены обживаться. Задача слинять с планеты, однако это займет очень долгое время. Годы внутриигровые. Планета обитаема. Тут есть и представители правящего галактического класса, и местные поселения, и племена аборигенов, притом обычных, и нудистов, и каннибалов, а еще есть механоида, еще есть местная живность в виде всяких непонятных жуков, и агрессивных, и не очень зверей. На игру влияют в первую очередь рассказчики, которых тут три типа. Они по-разному выбирают динамику событий, которых тут прорвает и рейды на твою базу от всяких племен и тварей, и болезни животных и поселенцев, и климатические изменения, и крушение грузовых капсул, и приход заданий от разных фракций и кое-каких других. И один из таких рассказчиков Рэнди. Он рандомит события независимо от логики. То есть ты можешь вот только что высадиться с голой жопой, и тут же на тебя нападет серьезный рейд, или упадет на поселенцев метеорит, или все животные сойдут с ума и пойдут в атаку, или вовсе поселенцы тут же слягут с чумой и умрут через три дня, так как лечить их пока нечем и некому. Веселый парень, короче, этот Рэнди. Но вообще обычно события, пусть и не такие крышесносящие, хотя это как посмотреть на самом-то деле, все равно они особо расслабляться тебе не дадут. Следить придется за целой прорвой вещей. Технически игру можно разбить на несколько направлений, и одно из них это такой урезанный градостроитель. Урезанный потому, что город ты здесь не построишь. Ну, слишком мало места именно прям для города, да и в городе как-то нужно, чтобы было больше, чем жители, так 10, да? Но вот поселение строить придется, потому как без него ты не выживешь. Кочевой образ жизни тут вести какое-то время можно, но в целом он не предусмотрен. Очень скоро поселенцы начнут роптать и поедут кукухой, это у них любимое дело. Вообще начинается все с генерации карты. По зерну. Зерно тут это, как и принято, любое слово, например, жопа. И если однажды вы захотите сыграть на точно такой же карте, ну вот понравилась она вам, например, то просто используйте то же зерно и получите ту же жопу. Выбор размера карты. О, выбор местности. Местность тут делится на всякие тундры, пустыни, ледники и в целом от места приземления зависит, какие ресурсы будут на карте, какие животные тут будут бродить и будут ли вообще. А также погодные условия, главное из которых это температура. Ну и плодородность почвы тоже важна, если она вообще есть, это самая почва. Затем выбираешь колонистов. Тут, как это сейчас принято, рандом. У колониста, если проще, пешки. Есть разные параметры. Бой ближний, бой дальний, садоводство, животноводство, горное дело, готовка, кузнечество, ремесло, общение, умственный труд, медицина. Такие вот моменты. Навыки также могут быть любимыми и очень любимыми, эти будут расти активнее. Навыки также будут со временем падать, если их не развивать. Прямо как в гномах старых добрых. На навыки влияют прошлые и настоящие пешки. Например, в прошлом он был сыном военного, так что вот тебе плюс к таким-то навыкам и минус к таким-то. А в настоящем он вообще уборщик, так что вот тебе еще бонусы и антибонусы. Забавно, что из этого складывается названием класса, скажем так. Прямо как в РПГ. В основном они здесь один круче другого. Мне так и вовсе при первой игре из трех персонажей на выбор попали сразу две проститутки. Ох ты ж. И притом подобных профессий и свойств у них целая гора. И забавно смотреть на рейды. Глядишь на класс противников, сплошь учителя, флористы, дипломаты, режиссеры, повара. Ну, сука, ты только глянь на это. Ну какие-то нахрен повара идти тихо, они по нам стреляют. А уж какие тут имена порой рандомят. Оу, приперся ко мне как-то караван. Имена. Белка, Белый, Муха, Мегаскарабей. То ли зэки, то ли дети с форума. Ну и вообще такое на самом деле сплошь и рядом. С моей первой генерацией, кстати, забавно вышло. Проститутками я не удовлетворился. Да, прозвучало-то как. Ну вы меня поняли. Нашел я в пуле другую пешку по имени Макото. Макото, да. Ну это судьба. Ну, давайте так вот. Викторина. Кто такой Макото? Более того, при выборе местности мне сперва указали на утес Пеза. Я выбрал случайно, так сказать, местность. Мне предложили утес Пеза. Ну это почти Пенза. Точно судьба. Возвращаясь к генерации, есть еще внешность, пол, возраст и два свойства. Никак самому это настроить все без модов, разумеется, нельзя. Только рандом. К сожалению, этот момент сделан неудобно. И лучше бы официально дали возможность пусть и, опять же, рандому, но более точного. Например, скажем, на рандомикам не строитель. А то, знаете, можно на рандомить такого урода, который принципиально не способен выполнять определенные работы. Типа строительства, там, готовки. Плюс к тому же еще болен чем-то, типа астма или, не дай бог, гнилокрови и нуждается в постоянном лечении. Или вовсе у него отсутствует там рука или нога, и он будет еле волочиться или еле что-то делать. А то он и вовсе старик и еле тащится, в принципе, потому что старый. А то и вовсе наркоман, да еще и с отвратительным отношением с ближайшими родственниками. Да, родственные связи тут тоже есть. И как это чудо будет работать? Никак. Сдохнет в первый же день от голода. Хотя не. Впервые не сдохнет, потому как в стандартном режиме крушения капсулы, помимо трех кретинов, в капсуле находятся также ресурсы и жратва. Это не даст отбросить копыта сразу. Возводим первые постройки, и тут понимаем, что просто постройками не обойтись. Ведь есть еще социальный, будь он не ладен, элемент. Хотя без него было бы определенно скучно. Но серьезно. Вот ты построил сруб, поставил этим баранам кровати. А они что? Они недовольны. Мол, прерванный сон, сплю не с любимым человеком, жру не ту еду, хожу, сука, не по той земле, соседи-мудаки, правительство-пидорасы. Клянусь, у них тут такой огромный, просто титанический список возможностей, недовольств всем и вся, что просто закачаешься. Гораздо скромнее у них тут список довольств. Идеально, если еще и Сноб попадется. Я однажды такого в плен взял. Он по характеру был Сноб и отказывался лечиться, так как больничное крыло было недостаточно хорошим, чтобы он лег в койку. И знаете что? Он сдох от потери крови, придурок. На чем я остановился? Я не помню. Вообще, перечислять тут все возможности списком, это жопа тряснет, причем не только моя. Но, кажется, я уже это говорил вам, да? Ладно. В общем, тут все рассказывать в историях проще. У меня тут есть немножко. Вот, я говорил о строительстве, да? В общем, в комнатах важен еще и показатель комфорта и красоты. Ну и температура. Ибо в средней полосе все чики-пуки, хотя жара и заморозки, как события, могут быть где угодно. А вот в тропе, как примеру, 35-40 градусов, а летом все 50, это вообще нормальное явление. Еда портится, все получают тепловой удар. Ну, шутки шутками, да. Но от тепловых ударов или гипотермии тут копыта отбросить на самом деле, как пить дать. О, вспомнил историю. Значит, в первом моей игре по приземлению я обнаружил, что мне дали еще домашние животные, прирученные. Да, их тут дают рандомных на старте. В моем случае это был конь по имени Игорь. Да. Вообще, как оказалось, сильно позже конь способен не только загадить тебе весь дом, от чего у пешек начинаются серьезные нервные срывы, но и, например, переносить грузы и служить помощником в вождении караванов, без которых тут нормально не поторгуешь. Хотя караванщики, как и прочие гости, дружелюбны и не очень, время от времени приходят сами. Но все же конь Игорь это не так круто, как бык Себастьян, который тоже засрал мне весь домик. Что поделать. О гостях не очень дружественных. Рейды на базу это вообще норма жизни. Первая опасность это кто-то из животных, мелких. Он сходит с ума. У него агриоз и он сдохнет через пять дней. Вообще, намного раньше, так как это животный побежит давать звезды поселенцам. И, как и все названия и существа, животный рандомно. У меня им был Заяц. Надпись, буквально вопящая о том, что БЕРЕГИСЬ! Заяц сошел с ума, привела меня в недоумение. Что? Кто? Заяц? И чё? Мне-то какое дело? Да, такое. Тут херовая стрельба в игре. И Заяц легко может накристалять пешки. На ранних-то, разумеется, этапах. Бронированный с пулеметом вряд ли. Хотя я бы не удивился, если бы такое тоже было. Хотя у меня такого не было. Но в теории всё возможно. Это Вримворд. Система повреждений и лечений сделаны, ну, интересно, скажем так. От кровопотери можно скончаться. Её можно и нужно, разумеется, остановить. Есть ушибы, они сами затянутся. Но каждая влияет на параметры. Движение, пища в смысле возможности принимать. Боль, сознание. В таком вот духе. От болевого шока падают в обморок. Со сломанной челюстью не могут питаться. Могут отрубить конечности. Выколоть глаза. Всё это впоследствии можно заменить деревянными протезами. Или даже бионическими. Включая полную аугментацию, скажем, когтями раптора. Понавживлять в мозг чипов. И получить настоящего космодесантника. Кстати, тут есть такой класс, между прочим. И ещё есть трансгуманисты, которым плохо, если у них всё живое. Ибо плоть слаба, но силён металл. А есть, как там, биологисты или бионисты, не помню как, которым железяки в себя вставлять этот фи. Но мастурбация и зубные пломбы, это, конечно, святое. Моему снайперу-учёному однажды отрезали кисть. Его эффективность в снайперском деле заметно упала. Ну, хоть голову не повредили. Но позже я выкупил у караванщиков бионическую руку и присобачил её ему, отчего он стал ещё круче, чем был до потери конечности. Ещё можно пациента усыпить, как временно, так и навсегда. Да, можно вырезать у него органы, а потом продать. Да, тут можно торговать органами, рабами, наркотиками или всем сразу, быть каннибалом и изготавливать изделия из человеческой кожи. Можно кого-нибудь взять в плен, разобрать его на органы, органы продать, плоть съесть, из кожи сделать изделия, их тоже продать. Да, такое тоже возможно. Разнообразно тут на самом-то деле социум устроен, согласитесь. А уж какие тут миссии, события, да, про ебанутого зайца я вам уже рассказал. Но то было так, для затравки. Первый рейд. Так как вы пока бомжи, а рейды тут тем круче, чем богаче поселение, по-первых, приходит всегда один голодранец с дубиной, такой тарзан недоделанный. А так как тебе дают вначале винтовку, револьвер и нож, посадить этого дебила на металл легко. А если его ранить, то можно взять в плен. И склонить в итоге в рабство, чтобы он пахал на тебя. Или продать, как раба. Или разобрать на органы, или влить в семью официально. Иногда это выгоднее, чем рабство, потому как рабы могут восстать и устроить тебе падение Ракатанской империи по самой гланды. Кажется, я рассказывал о заданиях. Ну да, самое забавное из них это начальное, фракционное. На планете всегда есть фракция с названием типа Потерянный Империум, Империя Исхода, Павший Империум, ну что-то в таком вот духе. И это отдаленно так вот напоминает Вархаммер. И первое задание от них, которое я встретил, звучало так. Барон Кирос снова так повеяло Вархаммером. Спасибо, что не Азарий Кирос. Он, значит, попал в засаду и охрану перебили, но он спасся. Однако теперь за ним гонится Заяц Беляк. Вот чё хаха-то? Не надо хаха. Я уже на тот момент понял, насколько коварен и могуч может быть Заяц Беляк. Дроп-пот мне в атмосферу. Забавно было в одной из других моих кампаний, когда вместо Заяца Беляка за очередным бароном, крапом или герцогом гнался песец. Ну, тут хотя бы больше верится, что охрану перебили, и это песец. Действительно, Заяц Беляк так бы не смог. Хотя, с другой стороны, возможен такой вариант, что охрану перебили, скажем, бандиты, а Заяц Беляк просто следом прибился вместе с песцом. Чем я вообще занимаюсь? Серьёзным анализом игры тут нельзя ко всему относиться серьёзно, иначе кукухой поедешь. Заданий много разных, некоторые идиотские, типа с нами связываться какой-то очередной барон, баран или того лучше, дружественный искусственный интеллект, который говорит, а возведите ко мне монумент титанических размеров и охраняйте его чуть ли не целые сезоны игрового времени, а то и несколько, что, мягко говоря, дохрена. И если хоть камешек отвалится, я вам устрою тут экстерминатус. Кстати, ничего в нём дополнительно строить нельзя, жить в нём тоже нельзя, нахрен он нужен, просто он должен стоять. Обычно за задание, в том числе за такое, даётся награда. Забавно, что серебром местной валюты тебе тут никто не заплатит за задание, по крайней мере. Зато предлагает на выборы шмотки с эквивалентом стоимости. Короче, бартер. Прелесть в том, что цены здесь зависят от отношений с фракцией и, разумеется, от навыков переговорщика. Так что, если у тебя косноязычный мурло, то придётся ещё доплачивать, чтобы у тебя забрали мегаценный артефакт. Ну и вот. А ещё есть репутация фракции и, собственно, милость короны. Это вот всё, вот эти вот империумы могут тебя титуловать. Это пришлось делать Си. Титулы укрепляют твою пси-связь, превращая тебя в псайкера. Настоящего. И в жлоба. Так как тут титулованная жопа требует для себя апартаментов, ковры, жаровни, троны, мой, значит, золотой строй, сука, неблагодарная. И простая работа для него теперь хи. Вот и думаю, оно тебе вообще надо? Хотя, в целом, псионик и тут выручает, не поспоришь. Но не всегда и не везде. Смотри по ситуации. Те задания с монументами, кстати, невыгодны вообще ни хрена. Потому что даже если ты защищаешь его от рейдеров, то банально на него может упасть метеорит. Или в него попадет рандомно молния. И все. Смерть клопам и мухам. В прямом смысле слова. А вот другие задания, ну, разные бывают. То бандиты, знаете ли, поставят изменитель погоды, и у тебя будет жара, или мороз, или туман, или еще какая-нибудь хренота, пока ты не отправишься караваном в ту местность и не уничтожишь машину и охрану. Кстати, однажды бандиты, когда я был в тропиках и была жара 50 градусов, то бандиты, значит, пришли, поставили изменитель погоды, и теперь у тебя будет минус 10 градусов. Целую неделю. Я так думаю, спасибо вам, бандиты. Я никогда больше не пойду вас рейдить. Ну, пока вы там, по крайней мере, стоите. Потому что при 50 выживать довольно-таки трудно, а вот при 40, ну, более-менее. Или, например, обнаружится схрон под охраной, или добывающий лагерь. Не всегда дружественный, но и не всегда вражеский. И тогда снаряжается караван. Можно караванить не только для торговли, но и, разумеется, для рейдов. Берем, значит, жратву и чапаем. Пешком долго, и много на себе не увезешь, а дроппот исследовать тоже долго. А да, здесь нужно еще исследовать технологии, так что интеллектуал необходим любому. Так что берем осла, или альпака, или верблюд, или любой другой ездовой животное и чапаем. Где его взять? Животное. Купить. Приручить. Иногда они сами прибиваются к поселению, иногда тебе дают задание присмотреть за деньги на пару недель за любимыми кроликами очередного герцога. И хорошо, если это верблюды, потому что за две недели у меня было уже два верблюжонка, которых можно, кстати, не возвращать. Нужно только вернуть тех двух верблюдов. Но в первый раз это были кролики, которых у меня уже через неделю было столько, что в еде я еще долго не нуждался. А потом они начали дохнуть, потому что кролики сожрались у траву в округе. Я ж сеть ее не успевал. Да. А однажды, однажды, ко мне прибился носорог. Я назвал его Григорий. Он зашел на мой склад и там застрял. В другом прохождении, в какой-то продолжительный период, ко мне прибивались животные на постоянку. Перли просто как мигранта за хорошей жизнью. Сначала прибилась пантера. Но пантера это хорошо, я ее выдрессировал, переносить вещи, спасать, атаковать врага. Потом приперлась черепаха возрастом 94 года. Потом обезьяна. Потом еще одна. Потом казуар. Потом слон. Потом еще один. Сука, вам че от меня надо? Кто-то повесил объявление, что у меня тут веселая ферма что ли? В итоге одного слона я выдрессировал носить грузы. Он выносливый. Но запретил входить в помещение, так как он засрал все так, что у всех попадала мораль, и они начали истерить. О, а истерят пешки тут, дай бог. Могут уйти в растерянность и, сука, три дня бесконтрольно шастать, притом им совершенно до звезды, если даже рядом пожар или боевые действия, чего они и мрут, дебилы. Могут пойти в затворничество. Могут начать оскорблять других, понижая еще и их морали, или провоцировать драку. Могут начать бухать или обдаловываться местными наркотиками. Могут начать жрать все как не в себя, и за, собственно говоря, вечер сожрать недельный, сука, запас еды, и пофиг, если у тебя, например, голодный год и строгая диета. Могут начать поджигать вещи или просто ходить по дому и ломать все вокруг. У меня один мудак так сломал телескоп, который я буквально только что купил, чтобы развлекать этих пидорасов. Могут начать глумиться над трупами. У меня помер поселение от какой-то болезни. Я похоронил его в гробнице, в саркофаге. Специально его сделал в гробницу, сука. Как же ему досталось после смерти? Ему при жизни так не доставалось. Как только поселенцы сходят с ума и начинают заниматься гробокопательством, они сразу же его выкапывают, эту бедолагу, и несут на стол в гостиную, к толху мне в танк. Его выкапывали минимум шесть раз. Шесть раз! Он уже разложится по этому практически полному. Он же скелет уже. А, о чем я там рассказывал? О животных, да. Так вот, одного слона я выдрессировал. А то он своими выходками бесил людей. У них, у трех, сразу лопнуло терпение. Когда сначала случилась солнечная вспышка, и вся электроника вырубилась, они ходили в темноте и не могли приготовить даже еду. Потом, как только включилось электричество, сразу произошло замыкание и пожар, в котором таки сгорела неплохая статуэтка, между прочим. А потом еще и слон в гостиной насрал. Ну и они психанули. Второго слона я назначил на харчевание. Но на данный момент его так никто и не поймал. Он будто почуял неладный и начал дропать в угол карты за пределы поселения. Обезьян я схарчил, черепаху продал. Казуар без пары яйца не нес, так что я его тоже решил съесть. Но не успел, потому что от перегрева взорвалась бумалопа. Это животное, которое можно доить и получать из него химическое топливо. Оно и топливо, и животное взрывается. Животное взрывается при смерти. Так вот, у меня от теплового удара сдохла и взорвалась такая вот тварь, унеся за собой на тот свет весь мой курятник, казуара и несколько уток. Там не курятник был, там утятник. Ну, в общем-то, вот это вот все сгорело к херам собачьим. С тех пор мой загон поредел. О! Еще одну интересную историю вспомнил, связанную с заданием. Тут есть такое, типа, бегут беженцы, мол, бежали от бандитов, насильников, каннибалов, там, торговцев органами, нужные подставить. Пригрейте-ка нас у себя, а мы тут работать будем, а потом там через неделю-две уйдем. Ну, почему бы и нет? Бесплатная рабочая сила, к тому же, я не собирался это сильно их почивать. Выделил им маленькую комнатку. Если кому из них что-то понравится, могут остаться насовсем. У меня такое тоже бывало. Причем, к сожалению, потому что нахрен мне лишние рты. А могут они просто уйти, но потом прислать что-то ценное. Или не прислать. Мне однажды прислали шедевральное деревянное копье. Да. Лучше бы прислали пулемет или энерговинтовку. Но все равно приятно. Я его продал нахрен, потому что нахрена мне деревянное копье, у меня пулемет есть. И это все равно лучше, чем приютить очередного графа на время или другую шишку, которого, сука, сели в крутой комнате с коврами, блин, ширмами, корми, пои хорошей едой, потом еще, скорее всего, лечи, потому что, скорее всего, он какой-нибудь кукурукой болен. А работать он нихрена не будет. Быть только ходить и всем действовать на нервы. Ну, так вот, взял я, в общем, пятерых таких вот нахлебников. Из положенных 14 дней прошло 6. Чуть ранее был рейд. Я взял пленную и даже склонил ее к рабству. Она нормально так работала, как вдруг вечером решила сбежать. Ну, я поднял тревогу, как умел, я не предусмотрел побега, и в итоге я ее подстрелил. В этот раз получилось насмерть. Жаль, да, и это ударило морально по поселению. Этой же ночью, когда почти все уже спали. Херак! Предательство! Оказывается, эти пятеро мразей специально планировали предательство. А теперь следите за цепочкой. Вышло забавно, потому что пятая предательница в этот момент шастала по коридорам, а рядом, кажется, был мой стрелок, тот, что без кисти. Он ее моментально обнулил, а вот четверо других заперлись, видимо, на сговор в маленькой комнатушке и начали ее крушить. Среди них была пироманка, точнее, пироманка. Я еще днями ранее бегал за этой тварью и тушил все, что она поджигала. Чуть телевизор мне не спалило, плазменный, между прочим, дорогой. И эта дура решила поджечь и комнату, в которой в тесноте находились четверо ее дружков-дегенератов. Надо ли говорить, что пока подоспели мои поселенцы, а предатели выломали дверь на улицу, комната уже пылала. Завязался недолгий бой, в котором потери понесли все. Причем, какие потери? Вот просто послушайте. Двое сгорели заживо, даже тела не осталось, еще трое оказались при смерти. Притом, один из них это мой поселенец. У него отравление продуктами горения и большие ожоги. Один из обморочных предателей сдох по дороге в больницу. И это стало последней, видимо, каплей у единственного в поселении медика. Она впала в растерянность и не стала лечить моего поселенца, отчего он вскоре умер вместе со вторым предателем. Тогда уже срыв случился у всего оставшегося поселения. Один начал крушить все вокруг и нечаянно устроил пожар. Второй решил вообще уйти из поселения. Третья, ходя в растерянности до сих пор, сгорела в огне пожара. Колония уничтожена, поздравляю. Теперь научный таким вот замечательным опытом вот этот вот кулстори, я напротив дверей таких вот дорогих гостей ставлю пулемет на сошках на всякий случай или автотурель. Пусть только попробуют предать ту же в дуршлаг превратятся. О чем еще хотел рассказать? Об отношениях. Да, тут пешки могут являться родственниками друг к другу. Ко мне часто приходили и сестры, и братья поселенцев. Некоторые просто лечились, некоторые в гости, некоторые потом оставались насовсем, некоторые были в составе рейдов. Однажды мне даже удалось захватить брата поселенца после рейда. Думал склонить его к сотрудничеству, но он заразился какой-то кренотой и сдох. А вообще, самое забавное это смотреть за отношениями пешек, особенно если открыть чат и почитать, что они там несут. То спорят о культуре, то в следующий момент вспоминают чьих-то мамок, всякое бывает. Ну и конечно бывает так, что образуются пары. Подаваем теперь двуспальную кровать, а через месть будет свадьба. И такое тут тоже в порядке вещей. Кстати, это выгодно, потому что ты получается должен теперь иметь только одну комнату для них, а не две разных. Разводы, случайные смерти супругов, уходы поселенцев, горе, радости. Это римворд. Дипломатия здесь примитивная, но она есть. За репутацией можно следить и можно как со всеми рассориться, так и в принципе со всеми даже помириться. Еще с одним DLC пришла идеология. Это, собственно, идеология поселенцев. Что табу, что не табу. К примеру, жрать человечную это фу, брак только моногамия, но это то, что ты выберешь сам. А вот присоединиться к тебе поселенец, например, и будет иметь другое убеждение. Кто-то целомудренный будет, как я не знаю кто, а кто-то гомосек, наркоман, людоед, желанием иметь рабов и сразу трех сучек. И, конечно, будут скандалы на почве столкновений идеологии. Можно переманивать друг друга, раздавать роли священников, всяких лидеров поселений, проводить ритуалы под деревьями, на алтарях, копить ману, устраивать глобальный армагеддон силы ВААК. И, конечно, нельзя не упомянуть боевую составляющую и заодно моды. Потому как бой тут хероватый откровенно, патроны бесконечные, дал оружие и вперед, перезарядки тут нет, есть система укрытий, да, но вот даже с высокой меткостью, даже с максимальной меткостью, тут все настолько зависит от рандома, что даже оборудуй ты так называемый киллбокс, то есть загон для отстрела, да, оборонительную такую точку шикарную, расставь турели, авто турели, бойцов с хорошей стрельбой, с максимальной даже стрельбой, все равно ты можешь профукать десятью разными способами. Боям тут стоит поучиться у других игр, поэтому я использовал мод на бой, с ним гораздо интереснее стало, просто разительно интереснее. Да, на игру гора модов, как водится, часть идиотские, часть кретинские, часть анимешная, а часть очень даже классная, хотите, расскажу о них? Нет? Ну как хотите, просто дело в том, что я не знаю, о чем еще рассказать. Очень трудно структурировать обзор такой игры, но я надеюсь, что своими историями я составил у вас впечатление об игре и надеюсь, что хорошая, потому что игра и правда хорошая, она достойная, не идеальная, но достойная. Как видите, я старательно обхожу стороной звуковую и графическую составляющей. Ну, музыка тут так себе, я ее сразу выключил, ну не понравились мне эти запилы, вкусовщина, понимаю. А звуки, ну нормальные, только вот вечные цикады в конец достали, а что до графики, ну вы сами все видите, графика, стилистика, да, да, я сам изначально не хотел в это играть именно из-за графики, я даже начал, но посмотрел и не впечатлился, думал, ну что это за херня, ну что у меня впариваете, какую-то хрень, но потом вспомнил, что точно так же я отмахнулся от Long Dark и Oxygen Not Include, и таки решил дать игре шанс, и не прогадал, игра и правда интересная, затягивающая, прям паразитически затягивающая, а графике и стилистике быстро привыкаешь, не замечаешь ее за ворохом возможностей, а потом и вовсе привыкаешь, и без этого стиля уже даже как-то не то, и когда тебе некоторые моды предлагают улучшить графику и даже правду ее более-менее улучшают, ты смотришь на это и думаешь, слушайте, верните, как было, пожалуйста. Однако, если вы вдруг решили, что это необычная игра без недостатков, то забудьте, праздник отменяется. Помимо идиотской боевой системы, тут целые прорвания досмотров, которые можно было бы подсмотреть в других играх, но не подсмотрели. Возможно, подсмотрят потом, потому что сейчас это официально патч 1.3, недавно какой-то еще патч на него вышел, но пока что это версия 1.3. Возможно, в 2.0 она станет идеальной, не знаю, посмотрим. Часть таких минусов растет из желания объять огромное количество нюансов в человеческой жизни. Ну, про идиотскую боевку, когда всем правит рандом, я уже сказал. Кому-то может такое нравиться, но лично я противник подобного. Случайности должны присутствовать, особенно в подобной игре, это даже интересно, но когда твои старания над прокачкой персонажей или поиску нужных, затем приобретением экипировки, установки турелей, оборудование оборонительных точек, когда все это идет на смарку, просто потому что. Это, знаете ли, не дело. Загрузись и узри, как снова все идет по одному месту, но уже другим путем. Все же, твои решения, они должны иметь силы, иначе ты уже игра играет сама в себя, а не ты в нее. Очень гармонирует с тупой боевкой, не менее тупой искусственный интеллект персонажей. Выбор пути квадратно-гнездовой, круглые тащим, квадратно-катим, соответственно. Перенос предметов лишь по одному. Я знаю о модах, я сам с ним играю, он, кстати, тоже несовершенен, к сожалению, но мы сейчас не о модах говорим, мы говорим об оригинальной игре. Перенос предметов по одному, нет интуитивного поиска, то есть часто искусственный интеллект будет использовать не тот предмет, который ближе, а тот, что дальше. Нередко он будет плевать на команды, например, лежать в постели до выздоровления и вечно вставать и убегать черт знает куда, а потом по прошествии нескольких дней упс, сдох, да, иммунитет не выработан, не успел, видите ли, потому что мало в постели лежал, что ж ты вот не уследил, дорогой Иван, за своей пешкой, сука, хочется прям вот орать, ну ёкарный бабай, ну кто этих дебилов программировал? Систему нервных срывов тоже стоило бы доработать, какие-то уж больно меньше из зол. Интерфейс неудобен, он маленький, но его можно скалировать в меню, да, только вот текст тоже скалируется и уже не влазит в рамки, а тут, к сожалению, нет бегунков, часто текст нельзя перематывать, по крайней мере, в свойствах, да, там его нельзя перемотать, и если он улез за рамки, то ты просто не сможешь его прочитать, ты не видишь, что там происходит. И на разрешении 4К в итоге приходится читать крохотные буковки. Вообще, интерфейс неинтуитивен ни хрена, куча всего перемешана. Видно, что разработчики не старались систематизировать его, а просто патчили заплатками игру, наваливая лопатой на тачку. Не удивляйтесь, если придется по полгода искать нужную постройку или функцию, о некоторых вы вообще можете пол игры или вообще всю игру не знать, и не потому, что вы там какой-то тупой или в чем-то не разобрались, а потому, что кнопка с ней запрятана, как в той шутке, открывает, дайте даму сумочку, достает кошелку, закрывает сумочку и так далее. Очень много функций не хватает. Например, посмотреть, кем используется предмет, как в гномах, а не кликать на каждого поселенца и не смотреть, может уже кто-то за ним охочь. Или кнопки дождаться утра, потому что ночи тут темные и пережидать их, да еще и в дождь, когда вообще ни хрена не видно, то еще в довольстве. А если, допустим, на вас решили, скажем, напасть ночью, могут просто, как в героях, типа там, на вас нападение, хоп, и загружать снова карту. Ну, можно же так было сделать. Можно донастроить возможности использования предметов, чтобы пешки не надевали вопреки приказам все, что плохо лежит, а потом это их нагружает, а они ходят медленно. Добавить побольше звуков окружения и поменьше сраных цикад, улучшить систему караванов и научить наконец таскать по многу предметов по-нормальному или же ввести в игру тачки, не машины, просто тачки, тележки, чтобы можно было таскать сразу много вещей, в том числе тяжелых, типа там, камней, да, а не бегать через всю карту за одной глыбой мрамором, мать твою, и не загружать караван 3 дня носясь толпой по всему дому как придурки. В итоге мы действительно имеем дело с игрой, в которую без модов играть, конечно, можно, но очень тяжко, прям как Скайрим какой-то. Но, как и Скайрим, все же это очень интересный проект, даже в таком вот чистом виде. Еще раз скажу, что Римворд это не просто симулятор выживания, это генератор интересных историй. Попробуйте и очень быстро поймете, в чем тут фишка. Или не очень быстро, тут уж как повезет. Благо, в игре есть обучение, этого сильно не хватало тому же Весваров Май. Хотите свое поселение, свой, возможно, культ с молящимися на деревья баригинами, которые своими копьями сражаются на равных с вооруженными энергопушками и перцами, пожалуйста. Хотите общество работорговцев или торговцев органами или племя нудистов-каннибалов, пожалуйста. Или, наоборот, можете стать отъявленным паладином, содержать в тюрьмах целые ватаги, притекать побеги, отбивать рейды, уничтожать чужие базы. А с помощью модов можно еще больше расширить возможности, добавив в игру все что угодно. От вертолетов и андроидов, которые не устают, как люди, до культа Ктулху и древних. И это я сейчас не придумал, все это есть в модах. Думайте, чем себя развлечь? Я за вас уже подумал. Попробуйте римворд. Попробуйте, вам же лучше будет. И расскажите потом свою историю.